Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Я сегодня буквально на минуточку. Очень много дел. Я решила пообщаться с вами и показать, какая красота у меня получается. Ну и рассказать о планах на будущее. Вот такая красивая пока что дорожка из чистого льна, российского производства. Не успела я рассказать об этой пряже, даже не указывала координаты, как её всю раскупили. Вот такие у нас женщины-мастерицы. Да, пряжа действительно очень хороша. Вы видите сейчас эту дорожку пряжи в два сложения здесь. Очень легко вязать, друзья. Пряжа грубая, и это, ну, как бы облегчает вязание крючком. Как самостоятельный элемент. Посмотрите, как красиво эта дорожка смотрится вот здесь вот на камине. Может быть, я даже и свяжу, и положу вот сюда на камин. Уж насколько я была противница всяких салфеток в интерьере. Но вот это изделие мне очень-очень понравилось. Пасу эту пряжу. Магазин называется Magic Needles. И на Озоне пасу, и на Вайлборис пасу. И задавала вопрос. Я покупала эту пряжу на Вайлборис. Задавала вопрос продавцу. Когда поступит пряжа? И будет ли вообще поступление? Ответ был, что, скорее всего, поступит. То ли в четверг, то ли на днях. Но вот сегодня уже суббота. Я поглядываю в этот магазин. Но пряжи нет. Вот. Жалею, что я купила всего 500 грамм этой пряжи. Мне хотелось бы связать и не только занавеску. Вы сейчас видите вот эту дорожку. Но это на самом деле элемент от занавески. Вот. И мне хотелось бы связать не только занавеску и дорожку. Очень хорошо пряжа подошла бы и для летних каких-то туник, футболок, платьев. Ну, как вы знаете, что ли он, во-первых, очень прочный. Во-вторых, он хорошо впитывает влагу. И для, ну, в общем, для лета, мне кажется, это самая идеальная пряжа. Держит форму. Мне кажется, после стирки, конечно же, это всё, может быть, подсядет. Я об этом вам расскажу. Ещё не стирала. Вот. Так что, очень жалею, что всего этой пряжи у меня 500 грамм. На одну занавесочку мне хватит. Но мне бы хотелось и дочери связать занавесочку на кухню. Вчера я с ней разговаривала. Говорю, ты как относишься к тому, что если я тебе свяжу вот такую занавеску на кухню. Она, конечно же, обеими руками за. Ну, теперь вот найти нужно подходящую пряжу. Вот. Значит, что хочу сказать о планах. Сегодня я приступлю к созданию, рождению мастер-класса. По петельного мастер-класса. От А до Я, как говорится, для начинающих вот этой занавески. Мастер-класс будет платным. Плата будет недорогой. Все, кто у меня уже купили мастер-класс по кайме, те удивлены ценой. Так что, я думаю, что всем она будет доступна. Что будет входить в этот мастер-класс? Будет входить всё. Не только узор вот этой дорожки. Также вы научитесь вязать по-новому патентный столбик. Я ещё, честно говоря, нигде не видела этого вязания такого. Потом мы свяжем с вами. Расскажу, как в этом мастер-классе расскажу, как расположить вот эти вот цветы в, так скажем, не чтобы они не шли параллельно, а по диагонали. Обвязочка и соединение вот этих полос в полотно. Всё это будет в этом попетильном мастер-классе. Вот я повторюсь, что я сегодня начну это всё создавать. Ой, ну как же красиво это смотрится, друзья. Мой, не надо лезть сюда. Не мешайся мне, пожалуйста. Тебе хочется, ты тут с Кузьмой. Хочется залезть сюда. А, я понимаю, почему ты сюда хочешь залезть. Я же здесь немножко перетрубацию сделала, переставила местами вот эти вот штуки. Ладно, потерпи немножко. Вот, так что постараюсь как можно доступно рассказать вам. Вы не только научитесь вязать по схемам, причём там схема не очень хорошего качества. Я постараюсь научить вас вязать даже глядя на полотно, как сделать расчёт. Всё это будет в попетильном очень подробном мастер-классе по вязанию вот этой занавески. Так что это всё будет. Сегодня, повторюсь, приступлю. Вот, я покажу вам, как это будет красиво смотреться на окошке. Вот, даже по одной вот этой занавесочке, по одной полосочке я имею в виду, мы можем представить, какая это будет красота и воздушность, когда будет целая, связана целая занавеска, целое полотно. Вот, скорее всего, буду вязать вот эту занавесочку на это окошко, но она будет подходить и на окошко на кухне. Может быть, я всё-таки и на кухне буду менять, ну, занавески, буду менять интерьер. А вообще, друзья, очень хочется мне навязать и вот таких наволочек, и связать покрывало. Покрывало пэтчворка, где будет ткань и крючок. Вы видели, наверное, уже моё коротенькое видео на эту тему. Сейчас я вам всё покажу поближе. Посмотрите, как красиво смотрится вот этот узор с занавески. Можно таким же узором связать и подушечку. Очень красиво. Ну, а теперь перейдём к следующей идее для вас. У меня связалась вот такая салфеточка. Сейчас это салфетка. А вообще, это проба пера. И я очень хочу связать покрывало вот в такой технике. Значит, что здесь? Здесь у меня оставался моточек, когда мы с вами вязали вот эту вот скатерть. Кстати, есть бесплатный мастер-класс по петельной на вот эту вот скатерть. Вот он, этот цвет. И у меня остался моточек этой пряжи. И я решила попробовать вот это начать вязать, вот это изделие, создавать вернее. Что здесь? Здесь ткань плюс крючок. У меня есть вот такая простынь и такие же занавески. Просто я покупала на Вагберис. Вот, и это все будет, конечно же, подходить в интерьер нашего дома. Кроме занавесок, у меня еще есть вот такая сидушечка. Тоже я ее создавала. Покупала сидушку на Вагберис, но не подошла она в интерьер. Это еще было до покупки дома. Я еще не знала, какой у меня будет основной цвет в доме. В общем, я ее, эту подушку, зашила вот такой тканью из простыни. Кстати, вот эта связанная салфеточка очень хорошо подходит и также к этой сидушке. Как я начинала работу? Естественно, мне нужно было рассчитать квадрат вот этот. под вот эти вот петельки. Но когда я вот это связала, я поняла, что квадрат будет, может быть, совершенно любой формы. Монь, не мешайся. Не мешайся, иди. Обязательно нужно влезть в кадр, когда я снимаю. Обязательно. Вот, сейчас подойдем к компьютеру. Я расскажу подробнее о своей задумке. Может быть, кто-то из вас будет уже делать, воплощать в жизнь вот эту идею. Ну, а я пока буду, конечно, создавать мастер-класс по занавеске. Но мысли бегут вперед. Вот, вообще планировалось вот такое покрывало. Сделав вот эту пробу пера, тут очень просто. Выкраиваем, делаем строчку, потом присоединяемся крючком к полотну и начинаем обвязывать вот этот вот квадрат. Что хочу сказать. Вот пряжа Виолет. Я уже не помню, какой здесь метраж, если честно. Но пряжа толстовата для занавески. Для вот такого... Так, тут что-нибудь есть? Так. 282 метра в 50 граммах. То есть, получается, что это у нас 400, 560 метров на 100 грамм, да. Шпуля, теперь тебе обязательно сюда надо, да? Но пряжа толстовата, друзья. Вот для этой идеи, для покрывала, она очень хорошо подойдет и может быть даже лучше, чем тонкая пряжа. Но для занавески я бы все же ее не советовала. Салфетки, вот эта идея с покрывалом, да. Но для салфеток она все-таки толстовата. Ее вообще не сравнить вот с этой занавеской. Кстати, я вчера вечером уже глаза устали. Здесь, ну, сейчас вяжу просто сеточку. Не считать, не смотреть так особо. Вот, я немножко продвинулась и по вот этой вот занавеске. Это бобинный лен. Очень-очень тонкий. Очень тонкий. Тут даже два сложения нити тонкой. И она мягкая. В отличие от того льна, из которой я вяжу занавеску. Наш лен, российский. Вот. Так вот. Вот это не сравнить. Вот эту занавеску, вот это полотно и вот это вот. Ну, вы видите разницу, да? Так что, если занавеска, то пряжа должна быть больше 600 метров на 100 грамм. Больше, друзья. Гораздо больше. Так. Что теперь я расскажу вам? Когда будут... Естественно, когда я буду вязать, делать покрывало на кровать, вот этот квадрат я буду делать больше. Так будет намного лучше смотреться. Вот на Pinterest я нашла вот такую схему. Воплотила эту схему вот в этой салфеточке. И когда будет 4 вот таких квадрата обвязанных, то вы понимаете, что вот это вязание между тканью и крючком, так скажем, вязаным полотном, вот, оно превращается вот в такие вот цветочки. Здесь я у себя немного изменила схему. Вот вы видите, здесь одна дорожка. Немножко облегчило полотно. На схеме здесь вы видите немножко по-другому. Там три дорожки разной длины. Очень классная идея для воплощения, повторюсь. Это, конечно, долго. У меня ушел целый день на создание вот этой вот красоты. Вот одного квадрата. Вот. Планирую связать. Теперь нужно найти подходящую пряжу. Пряжи тоже пойдет немало. Я думаю, что больше килограмма. Вот. На вот этот, на обвязку вот этого квадрата небольшого у меня ушло полмоточка пряжи Янарт, Янарт Виолетт. То есть, понимаете, 25 грамм вот получается на один квадрат. Можно таким способом подсчитать, связать вот такой пробный квадратик, да. Пробный элемент. И таким образом посчитать по размеру, там, что это, какое покрывало у вас будет на диван, на кровать, по размеру вашей кровати, можно таким образом посчитать, сколько же вам пряжи нужно купить. Пишите в комментариях, как вам вот такая идея. Вот я вам еще покажу. Здесь гораздо проще обвязка. Здесь просто вот такие столбики с накидом, с общей вершинкой. И все. Здесь нет вот такого, ну, не появляются вот такие цветы, которые будут, ну, при вязании вот этого мотива. Но здесь проще. Здесь гораздо проще. И смотрится это покрывало, на мой взгляд, тоже отлично. Так что, кто не очень, так скажем, для начинающих, конечно же, я бы посоветовала вот этот вариант. Этих схем вязания, обвязки квадратов, очень-очень много. Берите любой мотив квадратный. Ну, не любой, кстати, не любой. Но многие квадратные мотивы, можно выбросить вязание серединки, а взять только обвязку по краю, по периметру. И вот вам будет вот такое готовое покрывало. На мой взгляд, ну, очень-очень красиво. Вот еще одна идея создания вот этой красоты. Вот такой вариант обвязки. Здесь тоже вы видите, что получаются в итоге цветочки, в итоге обвязывание квадрата. То есть у нас сначала получается вот эта вот часть, вот, это вот один квадратик. А когда их четыре, то у нас получается вот такой красивый цветочек. В общем, этой идеей я тоже заболела. Я уже говорю, идеи пруд как из рога изобилия. Хочется и связать, хочется и еще заняться и макраме. Очень хочу связать вот это кресло-качалку. Ой, кресло-качалку. Подвесную качелю из макраме. Хочется научиться плести из искусственного ротанга. В общем, друзья, идей очень-очень много. Я не знаю, просто разрываюсь, когда и что делать. И, конечно же, хочется снять попетельный мастер-класс для вас, чем я сейчас вот после видео и займусь. Давайте вам немножко расскажу о своих покупках. Вот именно для такого покрывала я прикупила льняную простынь. Все там же, в том же магазине Белорусский Лен. Вот здесь хороший метраж. В общем, вчера или когда там я создала вот этот пробный мотивчик, чтобы не ошибиться при раскрое вот этой простыни. Вот такой естественный цвет. Что хочу сказать. Это там вот, где я покупала полотенечки, из которых создавала картины, ну и так далее. В том же магазине Белорусский Лен. Значит, здесь пишут, видите, состав Лен 30% и хлопок 70%. Но в этот раз я не очень довольна белорусским товаром, потому что, когда я его стала, ну вот, когда я эту простынь стала раскладывать на кровать, она сильно электролизовалась. Вот одной рукой я сейчас не могу вам это, но чтобы вы услышали этот треск. Вот так вроде бы-то она, ну, натуральный состав. Вот прям вот так берешь, вроде бы-то все мягко, все хорошо. Но в натуральном составе не должно идти вот такой электролизации. Ой, язык запутался. Ну, в общем, вы поняли, вот эта статичность, вот это потрескивание, прилипание потом всего и вся к этой простыни. В общем, белорусы, что-то вы в этот раз меня немножко расстроили. здесь все-таки какая-то синтетика присутствует. Хотя, повторюсь, на ощупь вот так и не скажешь. Вот. Так что, вот эта простынь именно для того, чтобы создать вот это вот покрывало. Сейчас я зайду в магазин Вайборис, покажу, какую пряжу я заказала именно для обвязки ну, вот этой вот ткани. Вот, пожалуйста, посмотрите, это просто стопроцентное попадание в цвет. В цвет, ну, и даже, я не знаю, может быть, и ну, состав, что ли. Здесь, видите, конечно, здесь есть полиэфирное волокно вискоза 30%, лен 20%. В этой бобине 2 килограмма. Вот, сейчас я увеличу. Вот такая пряжа пойдет на покрывало. Может быть, я это покрывало сделаю для себя, может быть, для дочери. Пока не решила. Вот, пряжа бобинная белорусская, с содержанием льна 3000 метров. Тоже очень тоненькая. Я читала отзывы к этой пряже. В общем, шикарная пряжа. Я уже боюсь, друзья, что-либо рекламировать, потому что потом хочется купить себе, и я не могу второй раз повторить свой заказ, потому что пряжа разбирается. но сейчас вам почему это показываю. В бобине 2 килограмма. Если даже найдете эту пряжу в магазине Вазберис, я думаю, что мне 2 килограмма хватит этой пряжи. И цена тоже очень-очень привлекательная. Вот, получу товар, сделаю образец, повяжу из нее, может быть, сделаю вот такой квадрат, сделаю обвязку, и потом вам расскажу и дам артикул этой пряжи. Поэтому сильно меня не ругайте, но может быть, мне придется купить еще эту пряжу, а я боюсь, что после рекламы я ее уже не смогу купить. Еще одна моя покупка. Пряжа, которую я вам рекомендовала, это очень хороший метраж, тоненькая-тоненькая пряжа, 330 метров на 50 грамм, то есть 660 метров в 100 граммах. Серия премиум, пряжа Дэнди от Камтекс. Сейчас идет распродажа этой пряжи. Я покупала вот эту упаковочку, здесь получается 10 моточков по 50 грамм, то есть 500 грамм пряжи, 1082 рубля. Чем мне нравятся вот эти магазины Озон и Вайтборис, можно попасть на распродажу, можно, ну, так скажем, поглядывать и пасти эту пряжу или там какой-то товар, вот как Лешек покупает, тоже кладет в корзину и ждет какой-то распродажа и получаешь, выигрываешь деньги. Кроме этого, вы не платите за доставку. Вот это в этом вся и прелесть. То есть, в любых других магазинах вы еще заплатите минимум 500 рублей за доставку. Сейчас очень стала доставка дорогая. Так что, вот, 1082 рубля за 10 моточков пряжи, да, это что у нас получается? По 100 рублей, да, моточек пряжи. Я думаю, что это на данный момент, в данное время, когда все дорожает, очень хорошая цена. Так что, загляните. Этой пряжи я видела очень много на озоне по вот такой вот хорошей сладкой цене. Что буду вязать, пока не знаю. Может быть, я как-то скомбинирую эту пряжу сольном. Я имею в виду вот с этой пряжей. Тоже будет хорошее сочетание, нежное. Может быть, что-то сделаю, какое-то плечевое изделие. Кстати, вот этот, вот эту дорожку я прислоняла к себе. Просто шикарный получился бы летний шазюбль или, ну да, шазюбль это называется кардиган, шазюбль, удлиненная рубаха, как хотите, так и называйте. Очень-очень красиво смотрелось. Я прям прислонила и поняла, что у меня, кстати, есть черная пряжа, есть черные пряжи, тоже шикарно бы смотрелось, причем черная пряжа это итальянский ирис от Велтус. В общем, я говорю, друзья, идей просто пруд пруди, а скоро весна, а скоро огород. и как же вообще жить с такими идеями, как это все вообще воплощать в жизнь, я не знаю. Вот она, эта пряжа, очень хорошее сочетание и с белой пряжей. Ну, а кто сейчас вяжет так же, как и я, занавески, я рекомендую вам вот эту пряжу Дэнди, сейчас очень хорошая цена на Озон, это не реклама, все покупаю за свои денежки, от вырученных денег за мастер-классы, так что очень благодарю всех, кто меня поддержал, купил мастер-класс по Кайме, вот, так что много отзывов мне пишут на почту, что все понятно и благодарят за кропотливый труд, мне очень-очень приятно, друзья, так что пошла я создавать новый мастер-класс по вот этой замечательной занавеске крючком, но повторюсь, что купив этот мастер-класс, вы можете связать не только занавеску, также и покрывало, ну и может быть я сделаю мастер-класс по вязанию шадюбля, но только не знаю когда, тоже с использованием вот этого красивого узора, все, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока, субтитры, harmful субтитров. Пока-пока, не